Это наверняка случалось с каждым. Разговор – отвлекающий фактор. Он может снизить бдительность даже самого внимательного гражданина. И человек уйдет без телефона, как произошло и с этой девушкой. Оставленный в общественном месте гаджет – приманка для злоумышленника. Один из посетителей торгового центра, удостоверившись в том, что за ним никто не наблюдает, забрал смартфон и скрылся. Но похитителя быстро вычислили и задержали. Нашел я его. Просто не знал, что это так квалифицируется. Нашел он. У меня какое-то время полежал. На него никто не ответил, ничего. И я его, соответственно, сбагрил. А куда сбагрили? На Савиловский радиорынок. За какой сумму? За 5000 рублей. Он заблокированный был. Это вот таким вот обольются. В общем, вообще не трогал, наверное. Чужое брать, беды не миновать. Вот чем может обернуться простая самонадеянность. Злоумышленником оказался житель столицы. В отношении задержанного следователем возбуждено уголовное дело и избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще одну возможную трагедию предотвратили на мытищинских дорогах. Опасные выходки средь бела дня устроил молодой человек около Российского университета кооперации на перекрестке улиц Веры Волошиной и Симашко. Так называемый дрифт записали прохожие и камеры видеонаблюдения, а затем материалы изучили полицейские. В кратчайшие сроки был установлен владелец машины. Оказалось, в тот день за рулем был его 18-летний сын. Общественную опасность деяния осознавали, но тем не менее все равно продолжили действовать. Почему? Для чего? Просто хотел понтонуться перед друзьями. Никому не советую так делать. Никогда. Потому что все карается законом и вас очень легко будет найти. Катайтесь аккуратно. Установлено, что молодой человек получил водительское удостоверение несколько месяцев назад, но уже успел создать серьезную угрозу жизни и здоровью окружающих, за что поплатился не только своими нервами, но и финансами. В отношении молодого человека составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 14 тысяч рублей. Сколько человек могло пострадать по вине водителя, который предпочел понты здравому смыслу? Остается надеяться, что этого мы никогда не узнаем.